Дорожно-транспортных происшествий в нашем округе стало меньше, но цифры все же не маленькие. С начала 2020 года произошло 162 случая. 35 человек пострадало, 13 погибло. Объяснять, показывать и напоминать гражданам об основных правилах поведения на дороге лишним не будет, считают сотрудники госавтоинспекции. С 5 октября по 11 на территории Одинцовского городского округа проходит оперативно-профилактический мероприятие пешеходный переход. Цель данного мероприятия это снижение аварийности и снижение тяжести последствий данного вида происшествий. Невнимательность, превышение скоростного режима, нарушение правил ПДД – основные причины дорожно-транспортных происшествий. Зачастую виновниками аварии являются не только водители, но и пешеходы. Найти пешеходный переход, посмотреть по сторонам, убедиться, что идущий транспорт притормаживает и только тогда делать шаг на проезжую часть. Об этих простых правилах необходимо говорить с детства. Именно родители – основной источник и пример правильного поведения на дороге. Очень много зависит от родителей. Мы делаем все, что возможно, но от родителей еще больше. Да, и в темное время суток, чтобы на одежде, как у вас, так и у детей, были световозвращающие элементы, чтобы водитель мог заметить. Вот как у нас есть на форме световозвращающие, так же, да, чтобы и у детей они были. Почитайте. Пешеходная разметка не гарантирует полную безопасность. Необходима стопроцентная внимательность. Разговаривать по телефону и слушать музыку во время перехода дороги категорически запрещается, как и ехать по зебре на самокате или велосипеде. Вы показываете хороший пример для молодежи и для всех остальных, а то многие переезжают. А вы знаете, что пешеходный переход для пешеходов? Вот мы вам дарим такую листовочку. В темное время суток световозвращающие элементы, чтобы на вас были. Хорошо, я понял. Обязательно, обязательно. С 15-го года уже штрафуют без световозвращающих элементов. Спасибо. Носить световозвращающие элементы пока лишь рекомендация. В темное время пешеходов почти не видно. Яркие опознавательные знаки не раз спасали от аварий. Соблюдение этих простых правил при переходе через дорогу – гарант здоровья и жизни каждого.